Всем привет, с вами Натали. Сегодня ролик будет о том, что мне понравилось в июне 2018 года с Алиэкспресс. Я подобрала 10 вещей, которыми я пользуюсь, которые мне нравятся, которые мною проверены и мною любимы. На все эти вещи я постараюсь оставить ссылки в описании видео, если вы тоже захотите что-то заказать. Ну а также в конце этого ролика вас ждет конкурс и подарки очень классные и победителей будет аж трое человек. Если этот ролик вам понравится и вы хотите, чтобы я раз в месяц выпускала такое видео, то обязательно ставьте палец вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы ничего-ничего не пропускать. Все, я больше не буду тянуть и мы начинаем. Я приготовила в этом видео одежду, аксессуары, сумочки. В общем, сейчас по порядку. Больше всего здесь вообще обуви, поэтому давайте с нее и начнем. Сейчас у нас лето и я постоянно ношу какие-то туфельки с открытым носом. Особенно мне сейчас нравится носить вот эти, не знаю, как сказать, сандалии, босоножки, ну, скорее всего, босоножки. Что мне в них нравится, это их неформальный стиль. Они явно такие, как будто немного из 2007-го, кажется, но в то же время все равно смотрятся они очень современно и необычно. И мне безумно нравится подошва у этих босоножек. Не знаю, как можно ее назвать, в принципе, она не тракторная, но то, что она такими вот бугорками, как бы квадратными, это оооо, я просто обожаю. На ноге эти босоножки смотрятся нереально круто. Можно носить и с платьем, и с шортами, и с короткой юбчонкой, и с джинсами, совсем чем угодно. Очень круто они смотрятся, прям действительно по-неформальному, так по-рокерски, но в то же время прям привлекательно. Я сначала прогоню всю обувь, потом мы перейдем к остальным вещичкам. Дальше у меня снова идут туфельки. Некоторые скажут, Наташа, ну ты чего, они же совсем детские. Да нет, они не детские, в принципе. Просто такую обувь в основном носят в Корее, в Японии. У нас в России не сильно распространена носка вот такой подобной обуви, если, конечно, ты не анимешник или не косплейщик. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я не тот, не другой, но однако эти туфельки, эти туфельки, я их так обожаю, эти котики. Они у меня уже не новые, я их заказывала больше года назад, но сейчас я их ношу довольно часто. И поэтому они тоже вошли в мой топ-10 в этом июне. Они безумно удобные, они милашно смотрятся на ноге. И вот когда я в них гуляю, мне всегда кто-нибудь скажет комплимент по поводу моих котиков на ногах. Кстати, на ремешках около застежек вот эти железки сделаны в виде сердечек. Это добавляет еще более такой мимимишности. Я не знаю, найду ли я сейчас ссылку на эти туфельки, но я постараюсь. Качество просто шикарное у этих туфлей, поэтому если вы их хотите, то без раздумия берите качество на высоте. Третья обувь, которую я вам покажу, это тоже босоножки, и они идут как бы на платформе. Я с детства обожаю вот такую резиновую летнюю обувь. У меня прям ассоциация с далеким-далеким детством, потому что у меня были какие-то сандалики резиновые, в которые я была влюблена невозможно. Потом какое-то время долго нельзя было найти что-то подобное, что-то вот такое резиновое летнее, и тут вдруг бабац, я нахожу вот эти туфли еще и с такими мощными бантиками. Цвет, фасон, банты, то, что они резиновые, это в первую очередь. Туфельки очень качественные, они безумно удобные на ногах. Ношу я их часто и прям очень довольна тем, что я их нашла и купила, поэтому вам советую. Так, дальше мы перейдем, наверное, к сумочкам. Вот такая сумка у меня с Алиэкспресс, которая явно мой фаворит. Заказала я ее не очень давно, но уже в нее влюбилась. Эта сумочка есть, по-моему, еще в зеленом, в черном, в голубом цвете и в таком бледно-желтом. То есть вы можете выбрать на свой вкус. То есть она прозрачная, и когда вы открываете, в этой прозрачной части лежит как бы такая розовая косметичка, в которую уже вы кладете вещь. Я когда ее увидела, сразу думала, так, надо брать. Здесь вот идут какие-то надписи, по-моему, на французском. Смотрится она очень стильно, качественно. То есть не скажешь, что это какой-то там дешевый прям китайский ширпотреб. Нет, она именно стильная. Сумочка совсем небольшая, как раз для того, чтобы гулять вечером, какие-то летние прогулочки устраивать. Нежненькая, и прям я в нее влюблена. Ловлюсь она мыслью, что у меня почти что все вещи, которые я вам сегодня буду показывать, нежные. У меня на подсознании вот это работает. Я не специально это делаю, кроме босоножек, остальное все нежных цветов. Следующая сумочка представляет собой такую ракушку. К ней идет, ну, довольно длинный ремешок, а на ремешке висят жемчужинки. Ну, то есть вот здесь ремешок, здесь уже цепочка, и на цепочке висят жемчужинки. Сама ракушка мохнатая, ну, видите, она прям, знаете, какая-то мягкая игрушка. Я купила ее тоже, потому что люблю такие вот необычные вещи, люблю сочетания с необычными сумочками в одежде. И, конечно же, цвет. И эта сумка прям ворвалась у мои фавориты. Тему ракушек я вообще люблю уже давно, поэтому это тоже меня очень подкупило. Теперь немного по аксессуарам. В июне у меня стал фаворитом вот такой браслетик. Я очень мало ношу подобную, на самом деле, бижутерию, но вот этот браслет я была влюблена, потому что он представляет собой как бы под золото такой вот цвет. Но золото не желтое, а вот именно розовое. И он очень стильно смотрится на руке. Особенно, если у вас есть часы, особенно такого же цвета, как этот браслетик. И это будет рядом на руке, то есть вот часы и браслет. И смотреться будет, ну, очень стильно. Он очень удобный, он затягивается как бы на вот такую крупную бусину. Эта бусинка очень легко скользит по самому браслету. Поэтому вы можете затянуть его совершенно на любую руку. На толстенькую, средненькую, худенькую. Этот браслет универсальный, он подойдет всем. Следующий аксессуар это помпончик на сумочки, на рюкзачки. Кто-то вешает это на ключи, но это не совсем помпончик, как помпончик. Он в виде мордашки зайчика. Когда мы ездили в Японию, вот этот вот зайчик, я забыла, как его зовут. Если вы помните, напишите, пожалуйста, в комментарии. Он там повсюду, этот заяц. Он то ли герой каких-то комиксов у них, то ли может быть мультфильма. Честно говоря, я не знаю. Но мне этот заяц так сильно нравится. Вот просто до одурения. Он настолько милашный. Видимо, из его глазок, которые с ресничками. Этого зайчика я часто проделываю к рюкзачку или сумке, когда гуляю. Он очень нежный и прям такой, знаете, действительно аксессуар, вот, дополняющий няшный образ. Поэтому этот зайчуля моя любовь. Далее о хранении поговорим. Я сейчас вовсю стала пользоваться вот таким боксом. Он идет для хранения колечек, там, бижутерии. И он для фанатов Sailor Moon. Потому что здесь у нас идет призма, соответствующие цвета кристалликов. Все это сделано из, ну, какого-то кожезаменителя. Мягкая такая коробочка, конечно, она не самая дешевая, но она очень удобная. На молнии. И внутрь я положила какие-то украшения, которые я ношу сейчас очень часто. Также здесь есть зеркальце. Это вообще немаловажно, безумно удобно. И если это зеркальце убрать, есть еще один потайной отдел, как я его называю. Сюда вы уже можете висячие сережки вешать. Ну, я сюда пока что еще ничего не расположила. Над этим думаю, что сюда поместить. Безумно качественная вещь. Хороша будет как подарок, так и для вас. Поэтому присмотритесь, если вы хотите где-то хранить свои украшения. Вот именно под рукой, чтобы они были, которыми вы пользуетесь часто и носите чуть ли не каждый день. Ну, а сейчас я вам хочу показать платье, которое мне очень нравилось и нравится. И ношу я его сейчас очень часто. Но, в принципе, на мне. Мне очень многие говорят, что мне идет оттенок этот. Потому что, ну, голубой у меня как-то к лицу. Вообще все, в принципе, нежные цвета у меня к лицу. И это платье прям такое летящее, струящееся. Тоже очень приятное для лета. На жаркую погоду оно идеально. Конечно же, я очень люблю цветочки на платьях. Поэтому, да, снова, снова цветочки Наташи без цветочков на платье. Меня многие спрашивают, интересуются Наташа. Где ты его купила? Так вот, оно с Алиэкспресс. И качество у него очень-очень, прям, ну, очень классное. Поэтому это платье однозначно моя любовь. Ну и последнее, что я вам хочу показать. Оно у меня недавно было в распаковке. И оно уже стало просто обожаемым мною платьем. Вы не представляете, ребята, насколько оно удобное и насколько оно приятное на теле. То есть, если на улице жара, вы вышли в нем гулять, вы в нем не потеете, прям, как макака какая-то. Оно очень классно продувается именно ветерком, потому что здесь идет ХБ материал. Не знаю, на сколько процентов, но он прям супер натуральный, вот, вот эта ткань. Ну и я люблю такие фасончики платьев. Немного, знаете, так, как будто деревенская девушка. В то же время здесь есть что-то няшное и кавайное. То есть, идет такая смесь няшности и деревенщины. Я шучу, но смотрится оно здорово. Я сейчас его очень часто ношу и прям довольно качеством. Поэтому присмотритесь, если вам понравилось это платье, вы можете не сомневаться в его качестве. Ну а теперь поговорим о конкурсе. Что же я вам хочу подарить? Подарить я вам хочу сумочку, точнее, три сумочки, которую я показывала в сегодняшнем видео. Еще, это вот, эта сумка прозрачная, внутри с вложением в виде такой, как будто косметички. Вы можете выбрать любой цвет, какой вы хотите. Главное, укажите в комментариях, какого цвета эту сумочку вы хотите, чтобы я вам послала. Она есть черная, зеленая, желтая, голубая и вот розовая, как у меня. Победителей будет трое, как я и сказала. Ну а сейчас я вам расскажу условия, они очень простые. Для того, чтобы иметь возможность получить от меня такую сумку, вам нужно поставить лайк под этим видео, написать в комментарии, что вы хотите эту сумку и указать цвет. Также не забудьте подписаться на мой канал. И самое главное, вы должны зайти на мою страничку ВКонтакте и сделать репост этого ролика с моей страницы на свою. Ссылку для репоста я оставлю в описании видео и в первом комментарии, поэтому обязательно переходите и участвуйте. Итоги этого конкурса я подведу на своей страничке ВКонтакте через 10 дней, поэтому следите и не пропускайте. Я напишу вам в личку, спрошу ваши данные для отправки. Ну а я вам желаю удачи, обязательно участвуйте в конкурсе, у вас еще очень много времени, чтобы с этой сумочкой погонять, помодничать. В общем, вы меня поняли. И сейчас я буду с вами прощаться, мы с вами увидимся в следующих роликах уже очень-очень скоро. Всем пока!